Добрый день, дамы и господа, всем привет, ребята, всем добро пожаловать. Мы потихонечку продолжаем воевать в игрушечке Mountain Blade Bannerlord и наша месть Ван Хельсинга постепенно превращается в жизнь и мы потихонечку начинаем отвоевывать себе новые куски земли, новые себе владения. И сейчас нам предлагают выбрать владельца нового города. Поэтому давайте посмотрим вообще, что у этих кланов есть. Вот у этого клана, например, у Лутера, если я правильно говорю, у него нет никакого владения, поэтому давайте с ним согласимся и выдадим ему это владение. Да, окей, отношения немножко ухудшились с этой барышней, но ничего страшного. Итак, в принципе, какой у меня сейчас план? Какой у меня вообще смысл вообще воевать сейчас? Я думаю, сейчас мы постепенно будем поднакапливать себе войска, потому что в моем отрате доступно тысяча человек, как говорится. И поэтому давайте сейчас будем бегать по деревням. Будем максимально много себе сейчас людей собирать. Также я буду помогать своим сторонникам, ну и союзникам, соответственно, завоевывать новые территории. Там какой-то лорд на 145. Воинов погнали, я с ним порешил вопросик. Ну и, короче, в принципе, я думаю, сейчас мы будем сражаться. Он сражается с культистами, хорошее, благое дело, мы ему в этом, конечно же, поможем. Короче, план такой. Сражаемся сейчас максимально быстро, максимально яростно, попытаемся победить в этой битве, в этой войне. И, естественно, естественно, после того, как мы победим, я объявлю войну графу Дракуле. И как я это сделаю, вы можете меня спросить, ребят. А если вы заметили, у нас с вами уже больше трех тысяч влияния. Плюс, я думаю, еще пока здесь сейчас будем воевать, влияние будет уже около четырех тысяч. И пока я завалил на фоне баронессу, и взял ее, соответственно, в плен, и еще 95 человек, ну или воинов там, кто они там есть. И, ребятки, я думаю, сейчас с помощью, с помощью вот этого огромного количества влияния, которое у меня есть, то есть я сейчас буду, например, объявлять войну, то есть сейчас мы вот с этим государством разберемся, я буду объявлять войну Дракуле, все лорды такие, не-е-е-е. Я такой, заново объявить войну, те лорды такие, не-е-е. Ну, короче, думаю, суть вы уловили, я буду просто тупо объявлять им войну, пока у нас не... пока у них не закончится влияние. Соответственно, давай быстренько сейчас мага оденем, а то что-то я вспомнил, что он в прошлой битве, пока я вне записи играл, он вообще был бесполезен, то есть он с этой палкой бегал, я буквально на днях еще сделал один ролик, ну, короче, эти белые светлые маги абсолютно бесплатно, ой, бесплатно говорю, бесполезные. Просто если у этих магов заканчивается мана, он начинает бить просто посохом, ну и он становится абсолютно бесполезным. Посох практически урон не наносит, а это у нас огромная, скажем так, проблема. О, и, кстати, я вижу тысяча воинов, которые осаждают город, или замок, точнее, замок. Поэтому мы пошли-ка, наверное, сейчас разберемся с этими пацанами. В принципе, у меня 700 человек, включая моих союзников, ну, то есть войска общее, поэтому я думаю, мы можем разобраться с ними. Быстренько все, как обычно, забираем. Блин, может этого лорда догнать, конечно. Хотелось бы, очень хотелось бы догнать этого лорда, и тоже забрать в плен. Надеюсь, город там этот выстоит, или замок, я особо пока не увидел. Все, этого чувака тоже забираем к себе в плен. Всемиры их, к сожалению, потеряли, остальные ранены, ну и ладно. Зато этого лорда забрали к себе в плен. Хорошо. И заодно просто огромнейшее количество воинов мы прокачиваем с вами. Просто нереальная, я не знаю, скажем так, прибыль и доход от этого идет. Просто каждое сражение практически автобой. Вот, посмотри, тут доспех даже есть получше. В принципе, можно будет его и взять, наверное. Смотрится, конечно, он так себе. Это похуже будет, конечно, на Ван Хельсинга. Можно будет что-нибудь одеть, но... Как-то, не знаю, делать из него прям... Слишком такого танка, рыцаря, такое себе. Мне, в принципе, не нравится сейчас накидка на нем, одежда. Надо быть немножечко эстетично одетым, я так предполагаю. Но вот меч, конечно... Меч, конечно, интересный. Я бы, наверное, взял его все-таки. Тут еще и какое-то легендарное оружие. Хотя, по факту, оно обычный меч какой-то. Просто мне очень не нравится моя вот эта секира. Вот. Я ее, конечно, алебарда, точнее. Я ее, конечно же, запрещу, чтобы я ее не продал. Ну, наверное, возьмем, давай, длинный боевой меч. Или, в принципе, легендарный какой-нибудь. Он маленький, к сожалению. Что-то, да уж, выбора здесь не очень. Рыцарский давай возьмем. Более или менее. Вот он хотя бы уже чуть-чуть длиннейший есть. Просто уж очень мне нравятся длинные мечи, чтобы, скажем так, им было удобнее сражаться. Ну, в принципе, да, тут много всяких легендарок у нас. Я даже просто не смотрю на то количество оружия, которое у нас здесь есть. У нас просто миллиард оружия с запасом. 60 тысяч барахла мы можем с вами таскать, в принципе. Ладно, пока сохраним самое, скажем так, дорогое. Потому что, мне кажется, если все это продать дело, у меня с вами будет около 2 или 3 миллионов сейчас на балансе. Но пока что, не знаю, денег столько нету в городах, которые я планирую идти продавать все. Надо все-все города объезжать, чтобы мне просто тупо продать это все дело. Так, и, кстати, вон-то армия в тысячу воинов уже постепенно разваливается. Кстати, еще какой-то лордик. Ладно, не будем за ним гнаться. Пошли разобьем это войско. Там еще наверху 1400 солдат. Ох-ох, это интересно. Они, наверное, тоже. И они тоже идут осаждать этот замок. Итак, короче, нападаем. На эту армию. Я думаю, мы сейчас быстренько с ними порешаем вопрос. Я быстро выставил свое войско. То есть, как обычно, лучники у нас стоят сейчас. Ждут приказа. Соответственно, мы пока просто тупо настреливаем. Огнестрел у меня, соответственно, как вы можете видеть, просто нереально прокачался. Потому что, ну вы сами видите, он просто пробивает через нескольких человек. Ну, если я попадаю, конечно же. Ну и, естественно, давайте, наверное, все-таки сейчас постреляли. Давайте, наверное, кавалерия. Все-таки сейчас у нас пойдет сражаться с конной кавалерией, с которой стрелков. Так, кавалерия слева, короче, слева кавалерия. Правая правой занимается. Лучники пока стоят, настреливают. Пехота танчит. Ну, все как обычно, как говорится. Погнали помогать нашим потихонечку. Просто посмотрите на эту толпу, которая идет на наших воинов. Просто нереально количество воинов. Просто отлетают, наверное, за секундочку. Ты посмотри на этот урон. Я просто стою себе на чиле, на расслабоне, настреливаю дамаг. Вообще по три, по четыре, по два воина забираю. Пока патроны есть, в конце концов. Почему бы и нет? Тем более, особо, как говорится, жертвы я не хочу делать среди своих воинов. По той простой причине, что я там сверху увидел еще одно огромное войско. Так, в эту толпу стреляю. Надо бы, конечно, по своим бы не попасть. Кстати, они отступают. Хорошо. Можно сказать. Нет, они еще не отступают. Но подвырезали мы неплохо так. Пехотинцы пока в атаку пойдут. Кто тут у меня пытается что-то ударить. Лучники там тоже, вы просто посмотрите, работают как на износ. Как не в себя просто настреливают. Да его просто вот посмотри. Этих четверых чуваков разобрали. Все. Давайте в атаку все. Я думаю, если я сейчас отправлю всех в атаку, то мы победим. Логично. Где там у них еще подкрепление? Лучников тоже чуть-чуть поближе поставим. Еще и осадный урон. Точнее осадный, я хотел сказать. Наступающий штурмующий урон от лошади просто нереальный. Здорово очень смотрится. Мне прям нравится, конечно. Шикарно. Шикарно, шикарно. Сейчас мы с вами быстренько разберемся. Мы просто выносим всех. Моей армии уже ничего не страшно. Хорошая была мысль когда-то давно создать армию из спутников. Потому что обычно Ван Хельсин, конечно, делает все сам. Но, так сказать, представим на секундочку, что люди в этом мире объединились против общего зла. Ну, конечно, ладно. Вот мы сейчас воюем люди против людей. Это, конечно, обидно. Это печально. Но государство все-таки тоже между собой должно как-то делить территории. А у нас получилось так, что из-за того, что вампиры, короче, теснили наше государство, по идее, в кавычках, мы были вынуждены мир с ними соблюдать, договор мирный сделать. И, к сожалению, нам пришлось атаковать наших соседей, чтобы немножко увеличить наши границы, увеличить наше государство и боевую мощь, чтобы отобстить этим самым вампирам. Ну, в принципе, легенда такая себе, интересненькая. Можно немножечко представить, что это, допустим, правда. Ладно. Все, мы одержали победу. Враг бежит. Превосходно, шикарно. Задерживаться мы не будем. Потеряли мы довольно, кстати, мало. Всего лишь 20 человек. Ну, в общей сумме, в общем количестве. Зато лута сейчас будет и пленников. Ох-ох, сколько много. Так, ну что, все вы мои теперь пленники. Давай в плен. А, всего лишь один лорд? Точнее, ну, и та баронесса. А чё это так, вдруг? Всего лишь одна баронесса? Я ожидал и рассчитывал на немного другое. Окей, заплатим 17 тысяч. Обалдеть. Вот это ценно. За то, чтобы прокачать просто тупо в войнах. Но зато и брони здесь, и лута. Ты просто посмотри, сколько. По 20 тысяч. Буквально один доспех окупает все, все то, что мы с вами прокачали в войнах наших. Не, смотрится, конечно, ужасно. Ужасно, нереально смотрится. На ванхельсинге эта броня, все-таки, моя легкая броня, она намного круче смотрелась. Потому что, ну, в принципе, такой типа рыцарь. Ну, у него даже, я не знаю, ему не видно, наверное, из-за шляпы. Обзор закрывает это все дело. Ужас какой-то. Итак, вы посмотрите на этих наглецов. Тысяча четыреста воинов здесь было в этой... В этом огромном отряде, которые пытались... Точнее, до сих пор даже пытаются напасть на замок. Я, как джентльмен, естественно, позволю им попробовать захватить замок. В замке, тем более, еще много защитников. Очень хороший лайфхак, если у вас меньше воинов. Ну, я не сомневаюсь в своих воинов, конечно, но если я им немножечко позволю потерять еще побольше воинов. Хотя бы штук на 200 солдат. То, в принципе, уже с противоположной армией мы можем сражаться. Потому что у нас все-таки стрелки есть, пехота тяжелая. Но пока все-таки воинов в защите замка есть, чему бы не подождать. Сами понимаете. Ну, все, можно уже помочь врываться, так сказать, в эту армию. Прокачать наших ребяток и погнали сражаться. Отличная равнина, отличная местность. Просто нереально классная местность у нас для того, чтобы просто сразиться с огромной толпой вражеской армии. Просто растянуть всех лучников по самой стандартной, по самой обычной тактике. Всадники будут сражаться с всадниками. Ой, там просто посмотри, как прилетело сейчас заклинание какое-то жесткое. Лучники просто стоят, настреливают, а пехота просто пытается танчить и не пропустить к себе вражеские отряды. К нам, точнее. И все. И замечательно, шикарно. Что-то нашу кавалерию куда-то разводят. Давай-ка назад, кавалерия. Там просто нереально огромное количество заклинаний сейчас. В принципе, тактика самая, что ни на есть, простецкая. Самая стандартная. Ну, как обычно, ребят, ну, те же, наверное, так уже делали. Лучников растягивали, пехота танчила. А, не знаю, как сказать, кавалерия пока отвлекала взгляд. Через своего прострелил. Прошу прощения, пацанчик. Ну, как обычно. Чтобы в какую-либо серию я не попал по своим. Ого, ты видал, как мне прилетело урона, конечно. Ой-ой-ой, что-то я по своим ребяткам начал простреливать. И да, ребят, благодаря тому, что у меня все-таки навыки прокачиваются. У меня сейчас огромное количество хп. Вы просто видели, я 129 урона получил по лицу спокойно. И мне немножечко, конечно, больно. Но у меня, по-моему, около 400, что ли, или 500 хп, я не знаю. Короче, довольно много. И логично. Что за всадник? Ну-ка, полежи, отдохни. И логично, логично, что я могу выдержать пару ударов. Там у них подкрепление подходит. Давайте всех поближе своих перетащим. Тем более, это у них тут лучники. А с лучниками надо решать вопрос однозначно. Потому что лучники могут довольно серьезную угрозу сделать нам. Пехота, давайте вперед. Вообще, даже стрелки тут есть у них. Нехорошо. Так, что, давайте заканчивать уже сражение. Вы и так уже проиграли. Мы вам вынесли уже почти половину отряда. Просто сейчас опять начнется вот эта беготня. Опять вот эта непонятка. С построениями. Ну да, сейчас мы просто поставим здесь войско, соберем заново. И просто их тупо добьем. Короче, дело было к ночи. И я разобрал то самое войско. Просто оно немножко затянулось. Пока кавалерию догнали. Пока это все дело мы сделали. Ну и естественно, естественно. Мы всех победили. И сейчас пришел тот момент, когда я хочу сделать себе еще парочку отрядиков. Чтобы они со мной ходили. И, конечно же, ребятки. Конечно же. Я хочу закончить эту войну. То есть сейчас я быстренько продам шмотки. Создам себе быстренько дополнительный отряд наемников. Ну, как сказать, наемников. Точнее, ну, вы поняли, и спутников. Просто я немножечко уже туплю и заговариваюсь. И я хочу собрать остальных всех лордов. И захватить у них, у этого королевства остался один единственный город. Я сейчас посмотрел быстренько. И, в принципе, если город сейчас один останется, то, по идее, все. Это королевство будет уничтожено. До основания. Поэтому, ребят, ну, я думаю, вы сами понимаете, что чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы победим в битве, победим в войне. И логичнее, что у нас быстрее свершится месть Заванхельсинга. То есть мы объявим войну уже непосредственно Дракуле. И если, например, я этих самых пленников, у меня, например, лорды здесь сидят сейчас, там очень много лордов, просто вы видите огромное количество лордов, ну, и баронесс, само собой, и леди там, не знаю, кто у них там есть. Они просто все попали ко мне в плен. Если их я могу продать, там, отпустить, за выкуп, не выкуп, плен, не плен, то, точнее, еще один замок остался, вот. Ну, его уже чисто теоретически почти захватили, поэтому, ладно. И вот, видите, в принципе, я могу отказаться или же принять предложение, то, чтобы, скажем так, освободить этих самых баронесс, то, когда я нападу на Дракулу, ну, само собой, на фракцию вампиров, я, видите, даже не стал особо ничего тут сражаться, просто все, победили, без проблем. Отношения улучшились на 194, понимаю. Ну, и всех этих вампиров я предполагаю, что я буду все-таки казнить, все-таки это же зло, да, и у нас изначально цель была, не миссия, победить Дракулу в этом прохождении. Ну, и я хотел, конечно же, это делать в Соляново, но, сами вы понимаете, что в Соляново не очень получилось, потому что, ну, можно, в принципе, попробовать одному разбивать эти армии, но все-таки, сами понимаете. Давай, может, попробуем улучшить отношения. Это кто у нас? Это не главное здесь. Лидер вот этот. Конт. Вот он наш, Конт. Электор. Электор Конт. Надеюсь, я правильно произношу его имя. Так, где он у нас тут? Он есть-то. Электор. Электор. Нет у нас его здесь. Не знаю, где-то он бродит, видимо. Просто я думаю, его отношения улучшить немножечко. Кому-нибудь, знаешь, типа, пленников отдал, они их там отношения там улучшились ко мне, и все стало шикарно. Потому что, видите, у всех по 98, а у этих ребяток по 27. Ну, давай посмотрим, если пленника одного отдам, лорда, например, улучшится ли отношение у нас с этим молодым человеком. Ну, или уже не молодым, ладно. Здорово, друг мой, давай тебе передам воинов, скажем так, бывших воинов. Вот их всех я тебе передам. Надеюсь, отношения с тобой улучшатся. Владенек, конечно же, я давать не буду. И, в принципе, они, наверное, ничего такого не стоят, да, например. Конечно, они этого не стоят. На секундочку, просто решил проверить, думал, а сколько надо там денег, чтобы он просто, ну, согласился. Ого ты, жмотяра. Видал, сколько денег требует? Такое себе, конечно. И все предметы, да? И все предметов не хватило. Ты прикинь, какой жмот. Ну и ладно, фиг с тобой. Ну и, пожалуйста, не надо. Просто дам ему всех пленников, и все, в принципе. Ну да. И, в принципе, ребятки, они, кстати, стоят 17 тысяч всего лишь. 17 тысяч? Я думал, капец, нифига себе. Я их было проще продам, чем тебе отдам. Тем более отношения даже не улучшились. Ну ты ж мотяра. Ну, короче, ребятки, на этом сегодня мы остановимся. Увидимся, услышимся на полях сражений. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok